Алиса, что такое слоу-мо? Слом-сломо-н. Нет, муж один. Действует так. Сломать и сломаться. Старый дом предназначен на слом. Слом-сломо-н. 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 Привет, интернет! С вами Никита Бребнов из Дерево Продакшн. И сегодня мы поговорим о слом. Поехали. Что же такое слоу-моуши? Если дословно переводить, это медленное движение. В 1896 году изобретателем-кинематографом, родоначальником французского кино Жаном Луи Дюмьером была выбрана частота скорости съемки 16 кадров в секунду. Это был стандарт немого кино. А скорость воспроизведения зависела от настроения публики и от человека, который крутил ручку кинопроектора. Если публика была сложная, то он крутил кинопроектор несколько медленнее. 18-24 кадров в секунду. А если публика была оживленной, то он крутил ее со скоростью 20-30 кадров в секунду. С тех пор утекло много воды, убежало много поездов, отснято миллиарды километров кинопленки. И пленка практически канала в лету. И сейчас общемировым стандартом частоты киносъемки и проекции является 24 кадра в секунду. Стоп, снято. Так что же такое slow motion? Наверняка у каждого из вас есть телефон, который снимает как минимум 120 кадров в секунду. Если мы эти 120 кадров замедлим до стандартной величины 24 кадра в секунду, то, соответственно, картинки будут меняться медленно. Например, вот я бегу, 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 бегу. Самая быстрая в мире камера снимает 10 триллионов кадров в секунду. То есть она фактически замораживает время. Конечно, такие камеры используются сугубо для научных целей, для научных изысканий, исследований, чтобы видеть, как быстро текущие процессы происходят на самом деле. Для кинопроизводства это сверхизбыточная скорость. Какие нюансы необходимо помнить при съемке slow motion? Первое и самое главное это свет. Чем выше у вас частота кадров, тем больше света требуется. Освещенность измеряется в люксах. В светлый день на улице около 40 тысяч люксов. Такого количества люксов хватает, чтобы осуществить высокоскоростную съемку на улице. Еще очень важная деталь, которую нужно учесть при высокоскоростной съемке. Помимо яркого света он должен быть качественным. То есть без мерцаний. Конечно, при замедленной съемке все выглядит достаточно эпично. В некоторых случаях эффект замедленной съемки можно получить путем медленного панорамирования движения камеры. Обратите внимание. КОНЕЦ КОНЕЦ С вами был Никита Бревнов из Дерево Продакшн. Лайка, подписка, колокольчик. Эпичных вам кадров. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok